Привет, друзья! Сегодня у нас новое видео. Для начала я хотел бы вас попросить подписаться на канал, если вам не сложно. Спасибо! Итак, на прошлом занятии или в прошлом видео мы разобрали с вами Past Simple и мы разобрали неправильные глаголы, то есть те глаголы, которые нужно выучить наизусть. Есть табличка неправильных глаголов. Так вот, мы разобрали affirmative. Affirmative – это утверждение. Как строится предложение в прошедшем времени, Past Simple, в утвердительных предложениях. То есть, что мы используем? Здесь вот пример. I went – я ходил. Мы используем вторую колонку неправильных глаголов. Неправильные глаголы вам нужно выучить наизусть. Мы все это разобрали. Сегодня у нас будет, опять же-таки, Past Simple, прошедшее простое время. Опять же, неправильные глаголы, но мы будем говорить о том, как строится предложение в вопросах и в отрицаниях. Смотрим. Отрицательное предложение в английском языке будет negative. Вопросы. Questions. Итак. We didn't go. Did you go? Смотрим. Как образуются отрицательные предложения в английском языке в прошедшем времени? Отрицательные и вопросы образуются с помощью вспомогательного глагола did. Везде будет did. Did, did, did. Например. Я не ходил. I did not go. I did not go. Not мы ставим после did. Did ставим перед главным глаголом. Сокращенно можно сказать I didn't go. Ты не ходил? You did not go. You didn't go. Сокращенный вариант. You didn't go. Not прилипает. Did. O выпадает. Вместо O будет вот такой вот значок. You didn't go. He did not go. He didn't go. She did not go. She didn't go. She didn't go. It did not go. It didn't go. We did not go. We didn't go. They did not go. They didn't go. Смотрим. Очень важный нюанс. Когда у вас есть вспомогательный глагол did, тогда вы не употребляете вторую форму глагола. То есть глагол будет в инфинитиве. У вас did обнуляет глагол. Вы не скажете I didn't went. Иногда делают такую ошибку. Это ошибка. Постарайтесь не говорить I didn't went. I didn't go. Всегда после did будет глагол в нулевой степени. То есть в инфинитиве. Дальше. Еще одна особенность. Это то, что после. Во всех лицах будет did. То есть ничего не меняется. I didn't go, he didn't go, we didn't go. Не важно. He, she, it, я, он, она, они. Везде будет форма та же самая. Somebody, кто-то, didn't do something. Не делал что-то. Например. We didn't go to school last week. Last week. То есть маркер прошедшего времени на прошлой неделе. We didn't go to school last week. Мы не ходили в школу на прошлой неделе. We didn't go to school last week. Sam didn't eat an ice cream yesterday. Опять у нас есть маркер прошедшего времени. Мы говорим о времени, когда действие произошло. Sam didn't eat an ice cream yesterday. Sam не кушал мороженое вчера. Sam didn't eat an ice cream yesterday. Didn't eat an ice cream yesterday. Didn't eat. They didn't give Jack a present. Здесь нет маркера, но... То есть тот человек, который говорит это предложение, он имеет в виду прошедшее время, не результат. They didn't give Jack a present. Они не подарили Джеку подарок. They didn't give Jack a present. I didn't have breakfast. Я не завтракал. I didn't have breakfast. I didn't have breakfast. I didn't have breakfast. Еще раз, когда у вас отрицательное предложение, вы ставите кто? We, мы, Sam, они, they. Потом did not. Сокращенно didn't. И потом основной глагол в инфинитиве. Инфинитив – это то, как глагол пишется в словаре без любых окончаний. We didn't go, куда? To school, когда? Last week. Sam didn't eat. Что? An ice cream, когда? Yesterday. They didn't give Jack a present. I didn't – глагол – have breakfast. Как образуются вопросы? Вопросы образуются, опять же-таки, с помощью did, но did ставится в начале предложения. Например, я спрашиваю, я ходил? Did I go? Did I go? Raising tone. Rising tone. Did I go? Ты ходил? Did you go? Did you go? Он ходил? Did he go? Did he go? Она ходила? Did she go? Оно ходило? Did it go? Мы ходили? Did we go? Они ходили? Did they go? Итак, когда у вас вопросы, которые нуждаются в ответе «да» или «нет», вы будете произносить с восходящей интонацией. Did you go? Did she go? Did it go? Did we go? И так далее, и так далее, и так далее. Итак, следующее. Did you go to the cinema last night? Здесь маркер времени, когда вчера ночью или вчера вечером. Last night это чаще переводится как вчера вечером, night, потому что у них вечер начинается в 6 часов, в 7 часов, в 8 часов. Да, это night. Ты отправил мне письмо на прошедшую неделю, на прошедшую неделю. Did you send me a letter last week? Where, где? Where, где? Смотрите, здесь у вас предложение начинается не с did, а с where. Почему? Потому что здесь вопрос не общий вопрос, а специальный вопрос. Where, где? И после вопросительных слов, where это вопросительное слово, после вопросительных слов, вам нужно ставить вспомогательный глагол did. То есть, все так же будет, как и в первом предложении. Did you go to the cinema last night? Did you go to the cinema last night? Только когда у вас специальный, есть специальное вопросительное слово, тогда вы ставите вначале вопросительное слово, и дальше все как обычно. Where did you go yesterday? Куда ты ходил вчера? Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? What did you do? Что ты делал? What did you do? Что ты делал? What did you do? То есть, специальные вопросы, они задаются с падением тона. Where did you go yesterday? What did you do? Where did you go yesterday? What did you do? Смотрим сюда. In questions and negative sentences with did, didn't, the main verb, главный глагол, основной глагол, это такие глаголы, как go, идти, send, отправлять, опять же, go, ходить, do, делать, то есть, тот глагол, который несет смысловую нагрузку. The main verb is not in the past form, не в прошедшей форме, not in the past, not in the past form, то есть, вы не можете сказать, I didn't went to the cinema, вам нужно сказать, I didn't go, потому что did обнуляет глагол. I didn't go to the cinema last night. Итак, давайте закрепим наш с вами пройденный материал сейчас. Read the answers, write a question for each answer. Нужно зачитать ответы, answers, на американском, на английском, это ответы, и написать вопрос каждому ответу. Здесь у нас есть ответ, мы имеем ответ. Здесь мы имеем конкретное время, например, вчера, неделю назад, мы не говорим о самом опыте пребывания или поездки в США. Мы говорим о конкретном времени, здесь нужен какой-то маркер. Did Nick fly to the USA a week ago? Но маркера нет, почему? Потому что это так тренировочное упражнение для закрепления past simple. Итак, ответ. Yes, Anna went to Italy. Yes, Anna went, went, went to Italy. Да, Anna летала в Италию. Ездила в Италию. Как вы спросите, летала ли Anna в Италию? Правильно. Did. Сейчас. Did Anna. I'm going to switch on punto switch, because it doesn't work. Выключу punto switch, он не совсем работает. Did Anna. Did Anna. И смотрите, когда вы начинаете предложение с did, и это вопрос, и у вас есть did, тогда вы не говорите went. Did Anna go? Did Anna go to Italy? Did Anna go to Italy? To Italy? Did Anna go to Italy? Вы можете сначала сделать это предложение сами, сделайте скриншот, останавливайте видео, сделайте это упражнение, и потом нажмите на продолжение воспроизведения, и мы проверим, насколько вы правильно все сделали. Ответ. Yes, Jack found the money. Мы спрашиваем, нашел ли Джек деньги? Did Jack, did Jack find, находить, да? После did мы употребляем глагол в нулевом форме, в нулевой форме. Did Jack find the money? Знак вопроса не забываем в конце предложения. Did Jack find the money? Did Jack find the money? Следующий. Yes, Helen knew the answer. Нью это знала. Мы спрашиваем, знала ли Helen ответ? Did Helen know? Did Helen know the answer? Did Helen know the answer? Следующее, пятое предложение. Yes, Alex came to the party? Да, Alex пришел на вечеринку. Мы спрашиваем, Alex пришел на вечеринку. Did Alex, did Alex come, come to the party? Опять же таки, мы имеем did, поэтому мы come ставим не во второй форме, а в первой форме. Come, не came. Did Alex come to the party? Alex приходил на вечеринку. Did Alex come to the party? Следующее. Yes, Pat brought the flowers. Да, Pat принесла цветы. Мы спрашиваем. Did Pat bring the flowers? Did Pat bring the flowers? Знак вопроса. И ответ. Yes, Pat brought the flowers. Следующее, седьмое предложение. Yes, Kate sent the letter. Да, Kate отправила письмо. Main verb, главный глагол, это send, отправить. Помните, три формы. Это send, на d оканчивается send, send, send. Или, например, еще есть слово одалживать. Land, land, land. Это когда вы кому-либо одалживаете что-либо. Land, land, land. Yes, Kate sent the letter. Мы спрашиваем. Did Kate send the letter? Следующее. Yes, Alan made the cake. Да, Alan испек, сделал торт. Спрашиваем. Did Alan. Что сделал? Did Alan. У нас есть did, поэтому не made, а make. Did Alan make the cake? Did Alan make the cake? Девятое. Yes, Tina wore a hat. Did Tina. Tina wore, это носить. Tina носить, да. Tina носила шляпу, да. Три формы. Wear, wore, worn. Did Tina wear, wear a hat. Did Tina wear a hat. Десятое предложение. Yes, Rick felt ill. Да, Rick заболел. Yes, Rick felt ill. Или чувствовал, не заболел, чувствовал себя больным. I fell ill. Я чувствую себя больным. Did Rick feel ill. Did Rick feel ill. Итак, сделайте второе предложение. Можете остановить видео. Делайте. И потом мы с вами посмотрим, правильно ли вы сделали или нет. Смотрите. Вы используете словарь. Обязательно возьмите, где-то скачайте. В интернете. В предыдущем видео есть ссылка на неправильные глаголы, на табличку неправильных глаголов. Распечатайте где-то, положите в какое-то место, где вы знаете. Не потеряйте этот список неправильных глаголов, потому что он постоянно нужен. Он постоянно нужен. Если вы у нее выучили неправильные глаголы, как они пишутся, как они произносятся, все их три формы. Поэтому вам нужна табличка неправильных глаголов. Постоянно с собой. Итак. Change the statements into negative sentences. Вам нужно поменять statements. Statements – это утверждение. Отрицательные предложения. Statements into negative sentences. На отрицательные предложения. Итак. Первое. Tom and Anna had breakfast. Tom и Anna had breakfast. Позавтракали. Tom and Anna didn't have breakfast. Вам нужно сказать. Didn't have breakfast. Не позавтракали. Mike took the bus. Mike воспользовался автобусом. То есть поехал автобусом. Mike не поехал автобусом. Как скажете? Mike. Правильно. Didn't. Потому что это отрицательное предложение. Mike didn't take. Когда у вас есть didn't или did, вы будете говорить не didn't took, а didn't take. И дальше что? Didn't take the bus. Правильно. Didn't take the bus. И точка в конце. Maria and Carlos did the homework. Вам нужно сказать, что Мария и Карлос не сделали домашнее задание. Смотрите. Нет разницы. Он, она, они. Везде будет didn't do something. Maria and Carlos didn't. Сокращенная форма. Didn't. Didn't. Didn't do. Do the homework. 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 Maria and Carlos didn't do the homework. Catherine got a prize. Катерина получила приз. Catherine. Catherine. Didn't. Не получила didn't. Не год, а get будет. Get a prize. Prize. Питер знал учителя. Вам нужно сказать, что Питер не знал учителя. Питер. Питер. Didn't. Didn't. No. Не знал. The teacher. Питер didn't know the teacher. Следующее. Sam went to university. Sam ходил в университет. Sam went to university. Вы спрашиваете did. Стоп. Это отрицание должно быть. Sam didn't go. Sam didn't. Sam didn't go to university. Пола ate a sandwich. Пола съела sandwich. Пола не съела sandwich. Didn't. Eat ate eating. Три формы. Didn't eat a sandwich. Sandwich. Пола didn't eat a sandwich. Murat and Soraya ran fast. So, Murat. Вам нужно сказать, что Murat и Soraya не бегают быстро. Murat and Soraya. Soraya. Не бегали. Не бегали быстро, потому что здесь past. Simple. Murat and Soraya didn't. Didn't. Didn't run. Первая форма. Run fast. Три формы run. Будет run, ran, run. Murat and Soraya didn't run fast. Joe made mistakes. Joe made mistakes. Joe сделал ошибки. Вам нужно сказать, что Joe не сделал ошибок. Как вы скажете? Joe. Потом didn't. И потом первая форма. Не вторая, а первая. Joe didn't make mistakes. Joe didn't. Joe didn't make mistakes. Следующее предложение. Carla came early. Carla пришла рано. Carla не пришла рано. Carla didn't. Didn't come early. Didn't come early. came. Came это прошедшая форма. Come это первая форма. То есть инфинитив. Следующее, последнее, третье упражнение. Нужно complete the sentences with the past simple form of the verbs in brackets. Закончить предложение, используя past simple form, форму прошедшего простого времени с скобок. When you come to this country. Смотрим на окончание предложения. У нас вопросительный знак. То есть нужно нам построить вопрос. Строим вопрос. When did you come to this country? Когда ты приехал в эту страну. When did you come to this country? Давайте сделаем вот так. Это будет, наверное, нагляднее. Итак. Jack not wear his raincoat. Jack не носил свой плащ. Jack, смотрите. Когда у нас past simple, мы не смотрим, Jack это он или не он, или они. Мы всегда будем употреблять didn't. Почему didn't? Потому что у нас есть основной глагол. Это не глагол быть, а это глагол что-то делать. Wear, носить. Jack didn't, didn't wear, didn't wear his raincoat. Следующее, pet. У нас есть pet. Leave. Leave это оставлять. His coat in the hole. Hole это зал. В зале. Hole. Pet. Leave. Неправильный глагол. Три формы это leave. Left. Left. Я могу написать вам. Leave. Left. Left. Leave. Left. И еще раз. Left. Оставлять. Уходить. И так далее. То есть, нужно построить... Какое предложение? Здесь not. Нет. Вопросительного знака нет. Поэтому утверждение. Pet. Оставила свое пальто в холле. Pet. Left. Left. His coat. Извините, я сказал оставила. Оставил. Это он. Потому что his. Здесь у нас есть his. His coat. Pet left his coat in the hole. Следующее. Это вопрос. Здесь у нас вопросительный знак. How many pages? Сколько страниц ты написал? Did you write? Не wrote, а write. Почему? Потому что у нас есть глагол did. Вспомогательный глагол did. Если есть у вас вспомогательный глагол did, вы будете употреблять инфинитиву основного глагола. Следующее, пятое предложение. Опять здесь есть вопросительный знак. То есть у нас вопрос. What the teacher say? Say это говорить. То есть вам нужно сказать, что сказал преподаватель. У нас есть вопросительное слово. То есть иногда предложение начинается вопросительное с вопросительного слова или вспомогательного глагола. Если вспомогательный глагол это did, мы можем спросить. Учитель что-то сказал. Did the teacher say something? И тогда мы спрашиваем, например, если он что-то сказал, мы спрашиваем, что он сказал. What did the teacher say? What did the teacher say? What did the teacher say? Еще раз. Не said, а say. Потому что у нас есть did. Дальше у нас стоит точка, поэтому you not и есть not. Нам нужно построить отрицательное предложение. Строим. You not tell us. Us означает нам. Your name. Твое имя. Имя. Ты не сказал нам свое имя. Ты не сказал нам свое имя. Я могу сказать you. Это ты. You. Отрицаем. You didn't tell. You didn't tell. Кому нам. Us. Your name. You didn't tell us your name. Седьмое предложение. You go to the basketball match yesterday. Здесь у нас есть маркер времени, когда действие произошло. Вчера. You go. И вопрос. Вопросительный знак. То есть нам нужно построить вопрос. Строим вопрос. А you go. Как мы построим вопрос? Ты ходил? Did you go? Did. Мы никак не переводим. У нас это просто вспомогательный глагол для построения или вопросов, или отрицательных предложений. Past. Simple. Did you go? Did you go to the basketball match yesterday? Did you go to the basketball match yesterday? Итак, восьмое предложение. Что нам здесь нужно сделать? У нас есть not. Вот, тогда нам нужно отрицание построить. Итак. And not know the other girl's name. Аня не знала имя другой девочки. The other – это другая среди известных. То есть среди другая. Какая-то другая девушка была. And не знала. Didn't know the other girl's name. And didn't know the other girl's name. Анна не знала имя другой девочки. Девятое предложение. Which books you take to school? Which books – это какие книги? Which – смотрите. Which – это вопросительное слово, но вопросительное слово может быть такое обширное. То есть какую музыку ты любишь или какие книжки ты брал в школу. Which books – и дальше будет did. Потому что здесь что мы видим? Вопросительный знак. Поэтому строим вопрос. Which books did you take to school? Which books did you take to school? Десятое предложение. Jane not get any letters. У нас здесь not, то есть отрицание. Jane не получала никаких писем. Jane didn't get any letters. Any letters здесь написано. Jane didn't get any letters. Итак, на сегодня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Увидимся в следующем видео. Хорошего дня. Пока-пока.